Ну что ж, очередная локация, очередное место, куда мы отправляемся По дороге я расскажу немножко о нем Поехали? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Друзья, штат Калифорния, как оказалось, это просто кладезь... Кладезь различных интересных, увлекательных мест, куда можно поехать туристам, посмотреть, пощупать, походить, побродить Мест как с точки зрения природных каких-то красот, так и с исторической точки зрения и вообще просто как туристические такие развлечения Мы планировали, может быть, махнуть как-то в другой штаб, в соседний, там, в Неваду, в Аризону, поездить там, но решили все-таки пока остановиться на Калифорнии, хорошенько полазить, поползать, порыскать, поизучать, поисследовать Вот, и я когда смотрел, рылся на Google Maps, искал различные туристические места, то с удивлением узнал, что, ну, я как бы знал об этом, но не придавал значения Штат Калифорнии очень серьезно активный штат, и здесь постоянно такие происходят микроземлетрясения, практически чуть ли не каждую неделю Средние землетрясения, там, ну, там, баллов 3-4, такие 2-3, вот, и где-то там 2-3 раза, может, в столетие такие серьезные, так громыхает нормально Также здесь, многие знают, проходит известный такой разлом Сан-Андреас, он очень популярный у голливудских киношников Они его любят снимать в фильмах-катастрофах, он там является одной из главных причин для катаклизма природы Да, так вот, как оказалось, в Калифорнии совсем недалеком прошлом, ну, по геологическим меркам, была довольно-таки активная вулканическая деятельность И результатом этой деятельности остались потухшие вулканы Ну, их, в общем-то, не так много на территории штата, но я нашел 2 очень таких интересных и довольно крупных потухших вулканов Я даже не знал об этом, что они здесь есть Находятся они в пустыне Мохаве, это тоже на пути к Лас-Вегасу, вот, в Лос-Анджелесе, на пути по дороге к Лас-Вегасу Вот, и это практически находится рядом с историческим маршрутом 66 Дорога 66 Вот, и мы решили заехать на один из них Мы обязательно посетим и второй вулкан, но пока только вот решили на одном остановиться Сделать такой разведывательный трип и посмотреть, что там вообще и как там Особенностью этого кратера является то, что там есть лавовое поле, в котором внутри очень много маленьких, больших таких пещер Они называются лава-тюбс или лавовые трубки Так вот, наша задача попытаться найти эти лавовые трубки, эти пещеры и посмотреть, походить Ну, глубоко не будем ходить, поскольку времени очень много на это потратить нужно И снаряжение соответствующее Но хотя бы вот так ознакомиться с этим, чтобы в последующем организовать более такой детальный трип, более детальный такой поезд Дороги там фактически нет для автомобилей Поэтому мы будем ехать, смотреть по ситуации И, возможно, придется очень ходить там, искать как-то И я надеюсь, что погода у нас не подведет И мы, в общем-то, потратим времени, но потратим его не зря Вот так Субтитры сделал DimaTorzok Мы съехали с фривэем номер 40 Это Междуштатовский фривэй И сейчас мы едем по историческому маршруту 66 Дорога 66, если кто не знает Мы подъезжаем к месту Нашему потухшему вулкану Который имеет очень интересное для русскоговорящих название Ну, для кого-то смешное, для кого-то ругательное может быть Называется этот кратер Пизгократер Есть еще один нюанс Дело в том, что территория, на которой находится кратер Она как бы принадлежит, ну, находится в частной собственности И поэтому Ну, вообще, туристы сюда приезжают очень часто И как бы мы сейчас вот едем И сейчас будет поворот туда На вот эту дорогу, которая ведет к этому кратеру Вот, кстати, и он Видно его макушка Она не такая, правда, уже конусообразная Вот, я надеюсь, что нас оттуда никто не выгонит Субтитры сделал DimaTorzok Итак, в городе Барстол Который находится на полпути к Лас-Вегасу Со стороны по 15-му фривейу Мы свернули на межштабный фривей номер 40 И ехали по нему в восточном направлении Потом мы свернули вот на эту вот дорогу Это исторический маршрут Historic Road 66 Дорога 66 Или трасса 66 То как называют И в конечном итоге мы доехали вот до этого поворота Дорога, которая называется Пизгократер Road Нас встретил вот этот вот знак На котором написано Twin Mountain Rock Company Это название компании, которая владеет вот этой вот территорией Это горнодобывающая компания И кратер и вулкан находятся в ее владениях Но здесь нет никаких запретных знаков Здесь нет ничего такого, что говорило бы о том, что эта территория закрыта полностью для посещения И много туристов, которые сюда приезжают Делают фотографии Пользуют там по скалам, по макушке кратера Нет проблем Я думаю, что и мы точно так же не будем испытывать никаких проблем Никто нас не подстрелит здесь Никто нас отсюда не выгонит Ну а вон он Вон он, виновник нашей сегодняшней поездки Пизгократер с ласкающим названием Уха Русского уха Окруженный вот этим вот черным лавовым полем Которое уже фактически превратилось в базальт за долгие столетия Или может быть тысячелетия Да, наша задача поехать туда Проехать через кратер Туда можно подняться Проехать через него И мы еще попытаемся проехать вокруг Поискать пещеры Поискать лава-тюбс Вот эти лавовые трубки И поснимать, походить там Ну что ж Все самое интересное только впереди Let's go Субтитры сделал DimaTorzok Мы поднялись К подножью вулкана К подножью кратера Нас встретили Открытые ворота С табличкой Нотро Спасен Ну типа они шлятся Мы пока никого не встретили здесь Очень стрёмно Очень Очень боязно Потому что все-таки находишься Во владении Горнодобывающей компании Вот Но Наша цель Попробовать проехать Через кратер Вот по этой вот дороге И спуститься С обратной стороны Я не знаю Получится ли у нас Это сделать Мы будем ехать Смотреть по ситуации Может быть Нас просто развернут А то и Начнут стрелять Но я думаю До этого не дойдет Вот это вот все Все что нас окружает Это все базальт Это все породы Которые несколько тысяч лет Которые вот Шлаковые такие породы Чем-то Чем-то они напоминают Пемзу Вот такой губчатый материал Это гонодобывающая компания Здесь производит Щебень Щебень которым Покрывают железную дорогу Ну что С легкой дрожью В ногах и в руках Отправляемся дальше Наверх На кратер Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да Колоссально Ребят Колоссально Я вам хочу сказать Вот это вот все Черное поле Черное поле Это все когда-то было Кипящей лавой Здесь бурлило Кипело все Как в каком-нибудь Я не знаю Жировой печке Когда вот Показывают Сталилитейный цех Да И сейчас Это просто представляет С собой огромное Закаменевшее Усеяное Вот такими вот Осколками Похожими На пензу Такой шлак Шлакообразный Такой вот Материал Стал Да Из него Теперь сейчас Делают Гравий Щебень Для железной дороги Для строительных Всяких целей Но Это поле Не самое большое Конечно Но тем не менее Оно впечатляет Просто вот Когда смотришь Что здесь Когда-то была Деятельность Пизга Вулкан Это не самый В общем-то Считается Самым молодым И его извержения Датируются Точно не могут Датировать Но так Сходятся во мнении Что вроде как Две-три тысячи лет Там назад Да Самое интересное Что вот эти вот Пещеры Которые мы ищем Они Вот находятся Вот Где-то вот Где-то вот Но табличек На них нету По карте Тоже сложно было Определить Google Maps Показывают Только схематично Но Я надеюсь Мы сейчас Вот проедем Через кратер Пока нас никто Не остановил Вот И Что-нибудь Да найдем Да Ну вот Мы подъехали Проехали Немножко По верху Но это не совсем Верх кратера Подъехали сюда Это обратная сторона Сторона кратера И вот здесь Вот это вот поле На карте Помечено Что где-то Здесь Где-то Здесь Находятся Вот эти пещеры Лао Тюбс Мы Оставляем машину И легкий Такой Уолкинг Проделаем Погуляем Вот по этой Вот области Поищем здесь Если ничего Не найдем То тогда Попробуем Какой-то другой Путь Другой маршрут Я не знаю В общем Вот так Другой маршрут Другой маршрут Другой маршрут Ну, ходить долго не пришлось. Мы спустились по тропинке вот на это лавовое поле, практически сразу же уткнулись в эти вот разломы, провалы. Вот, собственно, такого плана и есть вот эти лаватюбсы. Это такие нагромождения, когда лава в жидком своем состоянии пузырится, образуется так, как вот тесто пузырится, там пузыри вот эти. Это и есть вот эти вот пещеры так называемые. И потом, когда это все застывает, оно, естественно, превращается вот в то, что оно есть. Но с течением времени видно, как вот эта часть, она обрушилась, обвалилась вот эта груда камней, которая вот внизу, вот, она обвалилась. И туда есть проход, но туда очень опасно идти, потому что не имея соответствующего снаряжения, там, шлема и прочего, это можно просто по советской жизнью спускаясь туда. Мы попробуем поискать другие пещеры. Здесь есть парочка, которая имеет нормальный вход, такой вот прямой. Ну, может быть, получится, не получится такой найти, но, может быть, что-то получше, более безопаснее. Да. Вот мы сейчас прошли, ходим по вот этому участку. Участок небольшой, вот вышли на открытое такое плато. И здесь более плоское, все покрыто такими мхами, такими вот просто как пятна, как ежики такие. Но не знаю, спускаться туда, наверное, смысла нет. Мы пойдем в обратную сторону вдоль кратера, поближе туда, к фривею. И, может быть, там мы видели какой-то разлом, может быть, там что-то будет. Ну, вообще, просто вот ты стоишь вот на этой вот застывшей, когда магни, лавиа, ты вот все, и понимаешь, что когда-то здесь просто был как кипящий котел. Крутое ощущение, конечно. Крутое ощущение, конечно. Ну вот, что-то нашли. Пещера, правда, с не очень таким удобным входом. Попробую туда пролезть, посмотреть, что там, как там. Вроде бы там сухо, и вот это основание, оно выглядит монолитным. Я не думаю, что оно падет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот, в общем-то, мы находимся сейчас, всунулись в эту вот дырку, в эту пещеру, которую нашли, собственно говоря. Вот если посмотреть на потолок, на стены, нужно видеть вот эти вот разрывы. И видно, вот этот пузырь, он когда образовался, потом застыл, постепенно от вибраций различных, от сейсмической какой-то активности, вот это все вот обвалилось, вот эти вот груды камней, груды вот этой вот хрени, все это все обваливалось, и сейчас оно вот в том виде, в котором оно есть. Если посмотреть на потолок, вот этих трещин и разрывов здесь очень много. Вот, например, сюда, так здесь вообще вот огромная глыба, это она готова отвориться в любой момент. Эта пещера вообще маленькая, тут как бы фактически ничего такого серьезного нет, правда, можно стоять в полный рост. Вот. Есть очень много песка и следов. Видимо, частенько сюда залазят люди, туристы. Есть какие-то проходы, но не очень маленькие, и, естественно, в них не пролезешь. Пойдем дальше, пойдем еще что-то искать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Бродили-бродили мы по полю, по лавовому полю, где-то часа два. Нашли очень много мелких пещер, таких средних. Пока, наконец, не дошли до конца поля и не обнаружили вот ту гигантскую расщелину. Мы сейчас туда зайдем, походим там, я думаю, что это будет наша последняя на сегодня пещера, потому что уже темнеет, и не хочется потом возвращаться, да и машину оставили далековато. В общем, идем, идем, последняя пещера. Субтитры сделал DimaTorzok Подобрались мы вплотную к самой большой пещере, которую удалось обнаружить за вот то время, что мы здесь ходили по этому лавовому полю. Вот этот пролом, который образовался, здесь просто гигантское нагромождение вот этих вот базальтовых шлакообразных камней. Они все шатаются, они все неустойчивые, идти очень тяжело, и нам нужно пройти вот через вот это вот поле, поле камней. Надо очень аккуратным быть, потому что травму получить здесь очень легко. И сейчас нырнем туда, в этот зияющий проем. Сверху, кстати, очень интересная арка такая, она висит как бы над головой, как бы она не упала. Итак, мы внизу, мы внутри, но я вам хочу сказать, что это больше напоминает грот. Грот, который очень, ну, на побережье океана или море, такой пещерный грот. Он, конечно, большой, высокий, но он короткий. Он короткий, здесь практически негде гулять. Буквально вот метра 4-5 вглубь одна сторона и метров 5-6 вторая сторона. Но примечательно это вообще и пещера тем, что огромные глыбы, они уже практически расколоты. И огромные трещины создают такое впечатление, что сейчас это все ухнет. Все, облазили весь участок этого поля, который смогли обойти за 3 часа. Солнце садится, облака, довольно темно становится. Мы, к сожалению, не смогли найти самую длинную пещеру. 400 метров примерно длиной она вот тянется туда. Да, вход достаточно тяжелый, нужно спускаться, использовать какие-то веревки, какой-то инструмент альпинистский. Мы оставили это на потом, будет пол, чтобы сюда вернуться. А сейчас попробуем забраться на верхушку кратера и отправляемся назад. Продолжение следует... 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 Ну что, вот и все, подошел к концу наш трип к потухшему вулкану Пизга со смешным названием. Ну что поделаешь, такое уж. Мы выехали с территории вулкана, вот в эти ворота, которые заезжали еще несколько часов назад. Я просто хочу сказать, что место действительно уникальное. И вот эти лавовые пещеры, которые мы увидели, они стоят того, чтобы туда поехать. Правда, нужно быть предельно внимательными, предельно аккуратными, потому что на самом деле там очень опасно. И вот эта вот хреновина огромная, которая возвышается примерно метров на 300 над поверхностью, над плоскостью вот этой вот всей пустыни, она действительно вызывает, ну, скажем, такой интерес познавательный, потому что это все полностью состояло когда-то из лавы. Мы сюда вернемся, я думаю, что может быть не раз, и обязательно найдем ту самую длинную, самую глубокую пещеру. И попытаемся туда спуститься. Хоть мы не спиреологи, но все-таки. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok